Всех вас приветствую, братья и сестры. В одну холодную, холодный вечер, когда было много снега, в одной семье часто отец уходил в какое-то место вечером и не говорил своей семье, куда он уходил. И маленький сынишечка часто думал, куда же папа ходит. И когда было много снега, папа пошел, и потом он приходил в одно место, где он любил выпивать со своими друзьями. Он никому не хотел об этом говорить. И как он только зашел в это место, и к удивлению его заходит его маленький сынишка, который говорит, папа, папа, я так рад тебя видеть. А все стало очень стыдно, и он говорит, как ты меня нашел, сыночек, зачем ты сюда пришел? Он говорит, я по твоим следам шел. Это было далеко идти, но он шаг за шаг ставил свою ножку, где шел папа, и нашел это место. И, конечно, папе стало стыдно, и он больше туда не ходил, и он понял, что каждый след, который он оставлял, его дети видят. И, знаете, это тоже хороший пример для нас, думать о том, что каждый раз, когда мы шагаем, мы оставляем какой-то след, и кто-то за нами идет. И я вот сегодня хотел порассуждать о вот этих следах, которые мы оставляем, и о следах, по которым мы должны идти. Знаете, апостол Петр очень хорошо понимал, что значит идти за Христом, потому что Христос ему сказал всего лишь два слова, иди за мной, и он все оставил, и начал шагать следом за Христом. И даже в конце, когда уже Христос был распят и воскрес, он переживал за Иоанна, но Иисус ему говорит, ты не переживай за Иоанна, он говорит, ты иди за мной. Ты иди за мной, ты следуй шаг за шагом за мной. И апостол Петр очень хорошо написал в своем послании о том, как мы должны шагать за Христом. 1 Петра, 2 глава, 21 стих, и до конца главы мы прочитаем вместе. 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Из своего опыта Петр пишет следующие слова. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предал то суди праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блустителю душ ваших». Вопрос, на который я хотел сегодня ответить, это куда ведут следы Иисуса? Куда идут следы Иисуса? Мы знаем, что конечная цель – это вечность, это небеса, и мы все туда стремимся. Но пока мы на земле, мы идем по каким-то следам, и мы идем к чему-то, и мы должны чему-то научиться. И здесь, в этих коротких стихах, мы можем чему-то научиться, куда идут следы Христа. И первое, на что я хотел обратить внимание, это то, что следы Иисуса ведут к страданию. И это мы видим в 21 стихе. Вообще все это послание говорит о страдании, но именно здесь мы видим, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Пример – это как вот дети раньше списывали, когда они учились буквы, это так же самое. Они смотрели на пример и списывали, и здесь сказано, что мы должны идти по следам Христа. Христос оставил нам пример. Следы Иисуса они ведут к страданию. Вы скажете, ну кто же хочет страдать, особенно в наше время, современные люди, где живут в такой мире, где не принято страдать, хотят жить очень свободной жизнью. Кто вообще согласится на это? Но если мы называемся христианами, мы соглашаемся именно идти таким путем страдания. Иисус терпел очень много страданий в своей жизни. Даже перед тем, как Он пошел на Голгофу, Он уже много страдал от Своего народа. Помните, Он был отвержен всеми близкими, Он был отвержен Своим народом, Он был отвержен родными, Он был отвержен друзьями, те, которые стали Его учениками, Он был отвержен старейшинами, книжниками, первосвященниками, фарисеями. Также написано, что Он был отвержен целым родом. Сказано в одном месте, но прежде Ему надлежало пострадать и быть отверженным родом сим. Родом или поколением, или вот все, кто был в то время, отверг Христа, кроме маленькой группы людей, которые стали последователями Его. И, конечно, мы знаем, что Он даже был отвержен Своим Отцом на короткое время, и это было самое тяжелое страдание, которое Христос перенес. И мы об этом сегодня и будем рассуждать. Как раз вот эту боль, которой Христос пострадал за нас. Знаете, Христос страдал для нас из великой любви к нам, не потому что это какая-то была ошибка или случайность. Это был план Божий от самого начала, и Он для этого и пришел. И вот это временное страдание, которое перенес Христос, оно не сравнивается с той славой, которую Бог дал Ему, когда Он был прославлен. Евангелие Луки, 24 глава, 26 стих, немножко говорит, приоткрывает вот эту славу, которую Господь им получил через страдания. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Христос, видя наперед, Он знал, что да, нужно пострадать, и это будет боль, это будет смерть, это будет крест, это будет мучение, но это все будет стоить, потому что Он получит Свою драгоценную невесту, то есть нас с вами. Итак, следы Иисуса, они ведут к страданию, но это не все. Следы Иисуса также ведут к прощению, они учат нас прощать, как мы вот здесь видим в следующих стихах, 22 и 23. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то суди праведному». Мы здесь видим, что Господь Иисус, Он полностью предал все мщение Своему Отцу. Мщение – это слово, которое говорит о воздаянии или сделать возмездие какое-то тому, кто делает нам зло, но Господь не воздавал. И здесь мы видим, что Он простил. Это был самый большой акт прощения, когда Он сказал «Очень прости им, ибо они знают, что творят». Он простил, и мы даже знаем, что Стефан, он пошел по следам Христа, и Он тоже сказал такие слова «Прости им, ибо они знают, что творят, когда они убивали Его, побивали Его камнями». Апостол Павел пишет в 12 главе Римлянам, 17 стих, о том, как мы должны обращаться, когда с нами поступает плохо, и что мы не должны воздавать, но предать это Господу. 12 глава, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь от добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я воздам, говорит Господь». На следах, в которых мы идем, по следам за Христом, нам будет тяжело, и нам нужно будет принимать решение, будем ли мы воздавать, или просто предадим, молиться будем за наших обижающих, за наших врагов. Потому что мы знаем, что сердце Божие – это в том, чтобы все покаялись, и даже грешники, и даже те, которые прибивали гвозди Господу в руки. И мы здесь читаем апостол Петр, он часто возвращается обратно в древнюю книгу Исайя, в 53 главе он много раз цитирует из этой главы, которую мы понимаем, что это было пророчество, и книга, которая говорила о страждающем Христе, и он говорит, что не было в нем лесен, и тот человек, который прожил правильную жизнь, и его за это ненавидели, то, конечно, мы, люди, которые часто согрешаем, то и нас тоже будут ненавидеть, потому что мы не можем жить такой жизнью, как Христос, и при этом его ненавидели, даже когда он жил святой жизнью. Но вот здесь мы замечаем, что Христос, он предал вот это мщение, он мог полностью, он имел полное право, и в нем это не было бы неправильно, если бы он наказал тех, которые его мучили. Он мог бы одно слово сказать, и пришлись бы 12 легионов, ангелов, или он мог бы одним словом умертвить того человека, который ему делал зло, но он это не сделал, потому что он любил, и он предал, как здесь сказано, он предал судьи праведному, а это есть судья, это есть отец его небесный, он знал, что Господь терпит до какого-то определенного времени, но придет время, когда будет поздно, и Бог тогда накажет тех, кто не принимает его. Мы знаем, что когда Иисуса предали, иудеи предали Пилату, первые предали его Ироду, потом предали Пилату, потом Пилат предал обратно иудеям, но мы знаем, что Иисус, он не предал себя именно Пилату или другим кому-то, он предал себя Богу, потому что он понимал, что Бог, Отец на это его послал, и что он позаботится, чтобы воздать каждому по делам, и кто не принимает его, те, конечно, будут потом жалеть об этом, потому что Господь предлагает нам самое-самое дорогое, самое то, что нам нужно, это прощение наших грехов, и когда мы идем по следам Христа, мы получаем это прощение, и мы научаемся прощать, как Христос прощал. Также следы Иисуса, они ведут к праведности, следы Иисуса учат нас жить праведной жизнью, как вот мы видим в следующем стихе, 24 стих. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, или, как в других переводах английских сказано, праведности. Праведность – это когда не просто говорить правду, но жить праведной жизнью во всякое время, и ранами Его мы исцелились. Следы ведут к праведности. Христос, Он умирал на древе, на дереве. Почему именно так? Почему не просто Его побили? Вот как настолько, сколько Его ненавидели иудеи, они бы могли вот просто там в Гефсимане Его побить камнями или просто вонзить меч Ему, но они этого не сделали. Почему? Вот почему они не побили Его, как побили Стефана? Ведь когда Стефана побивали камнями, они не пошли к Пилату, Никироду, они не пошли просить разрешения, говоря, у нас нет правила убивать, можем ли мы убить Стефана? Нет, они там, прямо на месте, вывели его из города и побили камнями. Но Иисуса они так не сделали. Знаете почему? Потому что они знали Священное Писание, они знали, книжники-фарисеи, они очень хорошо знали Писание, но это Писание не помогало им ни одной капельки, потому что они, наоборот, хотели сделать зло. Они знали, что сказано в Ветхом Завете, Второзаконие, 21 главе, сказано, «Ибо проклят всякий, повешенный на древе, перед Богом, всякий, кто был повешен на древе». И они понимали, что если мы повешаем Христа на древо, он будет проклят. И они настолько его ненавидели, считали его за богохульника, что они сказали, вот мы не просто его побьем камнями, но повешаем, чтобы весь мир видел, и был это позор для всего мира. И тогда вот мы повешаем его на кресле, никто больше не вспомнит о нем. Это будет проклятие на весь мир, и тогда все ученики разбегутся, и не будет больше вспоминать о Христе. Но совсем наоборот произошло. Господь превратил вот этот страшный инструмент мучения, смерти, Он превратил в самый драгоценный символ христианства, который мы имеем. Это крест, это искупление, это благословение. Он превратил проклятие в благословение для нас. И Он это сделал. И вот это показывает пример, что зная Писание, это недостаточно, нужно его растворить верою, чтобы жить этим. Потому что книжники-фарисеи, они знали очень хорошо Писание. И они хотели сделать много, придать ему много позора, но Господь это все обратил к своей славе. Здесь сказано дальше, Он умер за грехи наши, чтобы мы жили для праведности. Апостол Павел тоже очень хорошо об этом говорит в 2-е послание Коринфянам, 5-я глава, 21-й стих. Он говорит о связи с праведностью и том, как мы должны жить. Вот здесь сказано, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех. Или в других переводах сказано, Он сделался грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. сами по себе мы не можем стать праведными, но когда мы приходим ко Христу, когда мы понимаем, что мы недостойны и принимаем Его жертву за нас, тогда мы можем стать праведными. И сами по себе мы не будем этого, не способны этого делать, Господь только дает нам эту способность. Как здесь сказано, Он грехи наши Сам вознес телом. Первое, Он вознес, и теперь дает нам право жить этой праведной жизнью, когда мы доверяемся Ему. И здесь также такая мысль есть, она кажется немножко не связанной, но она как раз показывает нам эту связь. Ранами Его вы исцелились. Апостол Петр как бы вставляет вот эту вставку из Ветхого Завета опять 53 главы. Что это значит? Ранами Его вы исцелились. Братья и сестры, мы знаем очень хорошо, что Бог исцеляет физические раны. У нас даже в церкви есть очень яркие примеры, что Бог может коснуться исцелить. Но этот контекст четко и ясно говорит о духовном исцелении, что человек больше всего нуждается не в физическом исцелении, но в духовном. Исайя, когда он сам начинает свою книгу, он говорит такие слова в первой главе. Он говорит, что наша самая нужда это не физическое исцеление, но духовное. Он говорит в первой главе 6 стих. От подошвы ноги до теменной головы нет здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Господь показывает, что самая великая нужда человека это не физическая какая-то нужда в исцелении, потому что да, мы все хотим жить, мы все хотим не болеть, но самая большая нужда это получить исцеление от этой проказы, греха, как мы здесь, вот этот Исайя показывает человека, который пораженный грехом, грехом этого проказы. Но также мы видим, что следы Иисуса, они ведут к терпению или учат нас терпению, терпеливой жизни. Следы Иисуса учат нас терпеть, так как Он терпит нас. 25 стих. «Ибо вы были, как овсы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Братья и сестры, Иисус, Он проявляет вот здесь самое вот это дорогое для нас, это долготерпение. Он терпит нас тогда, когда мы отказывались от Него один, два, пять, десять раз. Может, в детстве Он нас звал, потом в молодости. Кто-то, может, до сих пор откладывает этот призыв, но Господь долготерпит, Он зовет каждого. Он не один раз просто стучит в сердце, но придет время, когда Он может перестать стучать. Долготерпение Его может закончиться, если мы постоянно будем откладывать это. Братья и сестры, Он, как сказано, Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Братья и сестры, но мы здесь также видим, что Он не держит нас силою. Как здесь сказано, вы блуждали, как овцы. Он не держит нас тогда, когда у нас есть какое-то желание пожить, как вот прожил блудный сын. Отец Его не держал силою, не привязал его, сказал, нет, ты не пойдешь. Он его отпустил, но Он ждал, Он позволил ему пожить этой жизнью, и Он увидел грязь этого мира. И потом, когда вернулся, Он понял, что лучше всего жить в доме Отца. И знаете, когда мы смотрим на жизнь Иисуса, мы видим, что в Нем не было, у Него не было никогда такой болезни, которую Он не мог исцелить. Не было никогда такого беса, которого Он не мог изгнать. Не было никогда такой большой группы людей, которую бы Он не мог накормить. Но очень часто были люди, которые Он не мог сделать им никакого дела, Он не мог исцелиться, Он не мог с ними говорить, потому что они сами не хотели. Они не хотели поверить в Него. Они хотели верить, что они сами могут прожить собственной правильной жизнью перед Богом. Мы должны прийти к Господу. Мы знаем, что Христос тоже говорит такие слова при своей жизни. Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и бремененные. Он говорит, начните свои следы с Меня. Когда вы начнете с Меня, тогда вы сможете дойти до цели, вы сможете научиться всем этим качествам, вы сможете научиться страдать правильно, вы сможете научиться прощать, как Христос прощал, вы сможете научиться жить праведной жизнью. И вы научитесь терпения, когда у кого-то есть дети, у кого-то есть бабушки, дедушки, которые до сих пор не покаялись, но мы не сдаемся, мы продолжаем молиться за них, как и Христос терпит, как Он зовет, Он постоянно зовет нас. Он говорит, я успокою вас, возьмите иго мою на себя, и научитесь Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Христос говорит. И сегодня у нас есть эта возможность прийти к Христу. Если кто-то еще не знает Его как Спасителя, вы можете это сделать, чтобы этот праздник вечерей для вас стал самым драгоценным, самым дорогим. А если кто знает Его, мы можем поблагодарить Его за то, что мы идем по Его следам. И мы знаем, что если мы будем идти по этим следам, мы дойдем до вечности, мы будем там пребывать вечно со Христом. Давайте поблагодарим Бога, слава Ему за все. Аминь. Аминь.